Все, что нужно знать речику по дереву о маслах, вы узнаете в этом видео. Всем привет, друзья! Меня зовут Гилетич Антон, это канал Wooden Heroes, и мы начинаем! Посмотрите на эти бруски, вы можете определить, какое из покрытий является маслом? Если выбрали этот вариант, то поздравляю, вы ответили правильно. Сейчас существует огромное количество разнообразных масел, и это связано с тем, что это довольно дешевое покрытие. Особенно часто его используют в столярном деле при отделочных работах. Но мы не будем углубляться в составы, которые предназначены для наружных работ, например, как вот это масло. Хоть в его состав входят, как и во все остальные масла льняное и тунговое, при этом в нем содержится большое количество антисептика, вайт-спирита и других растворителей и ускорителей. На просторах интернета можно найти много информации о каких-то славянских древних составах, которые состоят из обычного растительного масла, туда добавляют пчелиный воск, все это один к одному намешивают, и таким составом пытаются красить работы. Чаще всего у вас получится полнейшая бурда. А причина тому две. Растительное масло не полемизуется, а пчелиный воск за собой оставляет белые пятна, и вообще не подходит для этих работ. Поэтому в большинстве составов используется карнаубский воск. Часто в магазинах можно увидеть художественное льняное масло. Оно для резьбы по дереву тоже не подходит. Это сделано специально, потому что некоторые картины пишутся и по несколько месяцев, и по полгода, и даже дольше. Отсюда делаем первый вывод. Подходящие для резных работ составы содержат в себе льняное или тунговое масло. Все остальные нам не подходят. Читаем внимательно состав. Также нам необходим карнаубский воск. Если он уже есть в составе, это хорошо. Если нету, то его можно отдельно дополнительно нанести. Теперь рассмотрим, какие масла и составы нам подходят для использования в домашних условиях, для небольших, средних работ, а также для наружных работ, для садовой скульптуры. Если наша скульптура будет находиться на открытом воздухе, нам надо ее максимально защитить. Покрывать двухметровую или даже метровую работу лаком слишком накладно. У масла же расход значительно меньше. При этом стараемся использовать составы для наружных работ. Потому что помимо красивого покрытия, нам также надо максимально защитить работу от внешнего воздействия, от грибков, от дождей. Поэтому в нем важно наличие антисептика, также растворителей, чтобы покрытие глубоко проникало в поры и забивало их. Для садовой скульптуры масло лучше наносить в 2-3, а то и в 4 слоя. Есть бесцветные составы, а также есть с содержанием пигмента. Обычно это цвета натуральных пород древесины. Дуб, бук, орех и другие. Такие составы обычно крайне химические и опасны для здоровья. Поэтому даже на улице работаем в респираторе. Я использую респиратор с маской. Да, возможно это тяжело, но здоровье дороже. Для деревянной посуды, обычной или резной, используется чистое льняное или тунговое масло. Такое покрытие требует обновления каждые 2-3 месяца. Также для деревянной посуды и детских игрушек используют вазелиновое масло. Все эти составы бесцветные и нам немного не подходит. Теперь перейдем к маслам, которые мы будем использовать для небольшой и средней скульптуры, а также для картин. Здесь также производителей довольно много, но я остановил свой выбор на российской компании Масло. Это универсальные твердые масла, которые уже в себе содержат корнаубские и микровозки. Универсальное говорит о том, что оно подходит для любых видов работ, в том числе и можно покрывать и разделочные доски. Быстренько пробежимся по основным плюсам. Состав уже готов к применению. Видите этот белый осадок? Это нормально, так и должно быть. Это как раз белый пигмент. Твердая фракция со временем оседает. Перед работой нам необходимо хорошенько его взболтать. Буквально полминуты и масло уже однородного цвета. Можно работать. Готовый состав к применению это большой плюс и экономия времени, потому что, например, у той же живицы мы можем отдельно докупить пигмент. Его надо рассчитать в определенных пропорциях, добавить в масло, все это перемешать. Это занимает довольно много времени. Также в составе масла живицы содержится скипидар, из-за которого с маслом дома практически невозможно работать. В данном случае тоже запах у нас небольшой есть, но он минимальный. Достаточно обычной маски. Открыли форточку и через полдня запахи у вас исчезли. Достаточно ли 21 цвета для того, чтобы покрывать любые изделия? Более чем, потому что любые цвета можно смешать и получить новый оттенок. Допустим, как в этом случае. У меня не было фиолетового, но я его смешал, добавил и, пожалуйста, вот такой результат у нас получился. У нас возникает следующий вопрос. Если картина покрыта маслом, можно ли ее финишировать лаком? Да, конечно можно, но прежде надо выдержать технологию покрытия маслом. Покрываем работу, убираем излишки ветошью в течение часа после покрытия и ждем сутки. На следующий день наносим второй слой, также убираем излишки и ждем еще сутки. Для закрепления покрытия я использовал акриловый матовый лак и, как видите, он отлично лег. Раз мы начали говорить о технологии нанесения покрытия, давайте испробуем это на практике. Возьмем нашего единорога. Основная часть у него будет белый, гривы и хвост розовые и зелеными. Для работ нам понадобится маска, кисточки, обычно я их убираю в пакет, сама работа и ветош. Ну и, конечно же, масла. Попадание брызг на рабочую поверхность практически неизбежно, поэтому стараюсь ее дополнительно защитить картоном или бумагой. Если наносим масло ветошью, то после обработки убираем ее в металлическую коробку для избежания самовозгорания. Подбираем оптимальные по размеру кисти, я обычно закупаю их на Али. При работе с маслом состав наносим обильно, не стесняемся. Остатки мы все равно потом вытрем. Разберем несколько актуальных вопросов. Необходимо ли шкурить заготовку перед тем, как покрывать маслом? Можно использовать заготовку как из-под резца, а можно также и отшлифованную. Единственное, надо помнить несколько правил. Шлифовку надо начинать со 120-го зерна. Если использовать 60-е, то впоследствии могут остаться небольшие рытвины, которые мы не сможем удалить другим абразивом. И это будет заметно на конечной работе. Чем большее количество цветов на заготовке, чем больше стыков, тем аккуратнее мы работаем. И здесь правила «чем больше, тем лучше» уже не подходят. Работаем максимально аккуратно. Подходим к стыку практически сухой кистью. Строгих ограничений по нанесению покрытия относительно той же морилки у нас в данном случае нет. Но разные составы начинают схватываться по-разному. Некоторые уже через 15 минут становятся липкими. Это значит, что первичный процесс полимеризации уже пошел. Как бы вы ни старались полностью скрыть текстуру дерева, маслом у вас не получится. И это большой плюс. Вот наше туловище равномерно покрыто. Теперь переходим к голове. Частота рук и заготовки крайне важны. Перед нанесением тщательно их помоем. Также можно надеть чистые перчатки. Если какие-то элементы необходимо выделить, например, глазки, то я предпочитаю использовать акрил. Фуксия. Это как раз то, что нам надо. Смотрите, какой яркий красивый оттенок. Здесь мы работаем еще аккуратнее. Стараемся сделать точный стык. Для таких трудных мест можно взять также еще одну кисть, более тонкую. Теперь перейдем к локонам и рогу. Если не осталось незакрашенных мест, за которые можно удобно держать заготовку, то можно взять и заокрашенные. В данном случае я берусь за ножки, а после их повторно пройду белым пигментом. Для следующего цвета будем использовать тыкву. Ее здесь совсем немного. Зеленого цвета у меня сейчас под рукой не оказалось, поэтому немножко отойдем от первоначального плана. Нижние пряди придадим синий оттенок, а предпоследний добавим цвет палисандр. Заготовка простояла час, и теперь мы удаляем все излишки масла. Оставляем на 24 часа сохнуть. С момента покрытия вторым слоем масла прошли сутки. Состав полимеризовался. А как это определить? Потрем заготовку, и у нас на руке ничего не остается. Это значит, что масло и пигмент уже впитались в заготовку. В конце концов глазки решил тоже покрыть маслом с пигментом. Выбрал черный цвет, уголь. Результат довольно неплохой, но мне кажется, надо добавить немного глянца. Воспользуемся глянцевой мастикой. Мастика является финишным покрытием. Наносить ее можно как и ветошью, так и кисточкой жесткой щетиной. В ее основе также содержится льняное масло, микровоски, корнаубский воск, а также секативы. Все это помогает быстро выветриваться составу и хорошо затвердевать. Тщательно растираем и оставляем минимальную толщину слоя. Готово! Получаем совершенно другой результат. Для первоначального высыхания необходимо 3 часа, а до полного 24 часа. Перед применением заготовку необходимо очистить от жирных пятен и от пыли. И через 24 часа наше изделие будет готово. Что мы видим? Цвета стали ярче, они выровнялись, поэтому результат довольно неплохой. Мастики также есть и глянцевые, и матовые. Подводя итог, отметим, что с маслами не так просто работать, как с красками, но результат мы тоже получаем довольно оригинальный. Главное не использовать полувысыхающие масла, такие как подсолнечное, а также макового или кедрового ореха. С масляными составами для наружных работ лучше не связываться в домашних условиях. Различные растворители и прочая химия, которая содержится в их составах, очень долго будет выветриваться из помещения. И это будет крайне вредно для вашего здоровья. Льняные составы для художественных работ также нам не подойдут, потому что они полимеризуются огромное количество времени. Для внутренних работ проще всего использовать уже подготовленные составы. Они быстро застывают и в своем составе уже имеют пигмент. Их не надо разводить, делают и определенные подсчеты, поэтому в работе они максимально удобны. Льняное и тунговое масло сами по себе имеют определенный запах, для кого-то он неприемлем. Но не переживайте, через некоторое время он обязательно выветрится. Например, время полного выветривания для того состава, который мы рассмотрели, 5-10 дней. Это не так много. Поэтому, что касается скульптуры, я бы рекомендовал покрывать только небольшие изделия, которые не сильно детализированы. Что касается резных картин, переходы там должны быть довольно плавные от цвета к цвету, поэтому используем растворитель в качестве разбавителя. Подобные работы посмотрите на ютубе, их довольно большое количество. Ну и хочу сказать, что в творчестве не стоит себя ограничивать. Есть различные виды покрытия, можно использовать не только масло, об остальных я показал вот в этих видео. Также с упором использования именно для резьбы по дереву. Если это видео было полезно, не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Ну и конечно же делитесь своими работами, присылайте их мне в директ, а я опубликую в своих соцсетях. Всем пока!